Алло? Салон Фея? А Людочку можно? Людочка, здравствуй! Это Валентина Ивановна. Я задержусь на 10 минут. Ты меня, пожалуйста, дождись. Для меня очень важно сегодня быть красивой. У нашего директора день рождения, и он пригласил всех учителей в ресторан. Я хочу быть лучше всех. Я буду точно, просто мои ученицы еще не пришли. Подожди меня, пожалуйста. Все, до встречи, я скоро буду. Где они ходят? Да ну, со всех, кто думал, что надо будет обязательно после школы покататься. Да, хорошо, только сразу говорю, у меня станок нет. Вообще без проблем. Пойдем ко мне. У меня, кстати, думаю, две пары станок. Ого, так почему ты молчала? Ну, потому что ты думала, что у тебя тоже станок? Нет, у меня самок нет. Все, решили, идем кататься. Да, хорошо, отлично. Псюша, почему так долго? Мы уже поздали. Девочки, ну сколько можно вас ждать? Да, все, лейтенанты. Мы уже бежим. Девочки, ну я просто не сделала какие-то. Девочки, можно это обвинять. Я очень буду. Девочки, я же вас просила прийти пораньше. Потому что у директора день рождения, и мне надо успеть сделать прическу. Где остальные? Валентина Ивановна, ну мы же не последние пришли, других еще до сих пор нет. Значит, смотрите, надо будет надуть шарики. И открытку я не нашла поздравительную. Значит, я хочу, чтобы от нашего класса вы сделали сами красивую открытку, красиво что-то нарисовали. И написали поздравительный текст какой-то красивый, чтобы Иван Ивановичу это было приятно и запомнилось. Тем более у него юбилей. Хорошо? А я иду делать прическу. Приду и потом вместе поздравим. Я иду. Познакомьтесь, пожалуйста, быстро проходите. Извините, пожалуйста, просто автобус задержал. Сколько снега было. Он и ест. Снег это хорошо, но надо приходить вовремя. Тем более я вас предупредила. У Ивана Ивановича, у нашего любимого директора юбилей. Я им купила цветы, торт, но не успела вымодуть шары должны, написать поздравительную открытку и придумать очень красивое поздравление, чтобы ему запомнилось. А я иду парикмахерскую. Все, идите тихо, делайте красиво. Мы все сделаем. Девчонки, а кто поздравления писать будет? Сразу говорю, я не буду, у меня почерк некрасивый. Ха, я тоже писать не буду. Кто у нас постоянно пишет на доске? Лиза, вот и письмо будет писать Лиза. Не, ну я-то напишу, но поздравления-то еще нужно придумать. Девчонки, а сколько Ивана Ивановича лет, что у него юбилей сегодня? Иванычу? Ну, не знаю, наверное, где-то 50 или 55. Не закрывай. Да ладно, какие ему там 50-55? Ему, наверное, 60 или 65. Да? Я вообще думаю, ему лет 80. Ты что, вообще сдурела? Не, ну чего тут так сразу? Я просто в возрасте плохо разбираюсь. Да ладно, девочки, не важно, сколько ему лет. Мы ему просто напишем поздравления и все. А что тут нужно делать? Сразу говорю, я с Лерой надываю шарики, а вы с Аней пишите письмо. Так, хорошо. Это вам. Это вам. Это нам. Это нам. Давай так, на одном листке напишем, а на втором написываем. Хорошо, но что мы будем писать? Нужно какие-то хорошие слова подобрать к слову Ивана Ивановича. А какая у него фамилия? Не помню, вроде бы Петушкин. А может быть Пердушкин? Ты вообще? Ну пиши Пердушкин, если ты напишешь, ты больше в этой школе не учишься. Ну да. Стойте, девочки, по-моему его фамилия Петушков. Да какой Петушков? Курочкин его фамилия. Точно, Дарина, молодец, Курочкин. А ты Тушкин, Тушкин. Ну ты знаешь, тоже не очень Пердушкин. Так, ладно, посмотрим, давай писать. Лови, лови его. Пердись. Все, он больше не дуется, давай их завязывать. Завязывай, кто тебе мешает? Не дуется, завязывай. Да я боюсь просто, чтобы он не лопнул. Иван Иванович Дорогой, скорее бы шли вы домой. Нет, Иван... А, что ты пишешь? Сказали нормальное стихотворение написать. Ну я как бы стараюсь, придумываю в рифму. Тоже мне рифму плют. А, ты что, не можешь придумать нормальное поздравление? Нет, Лер, чего, могу. Вот как тебе такое? Иван Иванович Курочкин, желаем вам Снегурочку. Думай дальше. Не знаю, а мне нравится. Что тебе понравилось? Что мы Ивановичу Снегурочку желаем? А почему бы и нет? Мне понравилось. Рифмовать вообще тяжело, сама попробуй. Слушайте, слушайте. Вот у меня еще одна идея. Прекрасной зимью порой Иван Иванович шел домой. Да, Ань, ну почему ты его постоянно куда-то отправляешь? Напиши нормальное поздравление. Там, Иван Иванович, желаем счастья, здоровья, ну и так дальше. Так неинтересно. Слушай, Лерка, посмотри, какой Валентина Ивановна ему торт купила. Повезло Иван Ивановичу. Ничего себе, желейный. Желейный? Обалдеть. Мой любимый. Слушай, Дарина, тут ман так некрасиво завязан. Давай его по-другому завяжем. Лерка, подожди. Не завязывай. В смысле не завязывай? Да там же вон у Мошка сидит. Да ладно, где? Вон, вон, посмотри. Где, где? Да вот же. Ой. Да не ошиблась, это кусочек шоколада. Слушай, а вкусно? Подожди. Вкусно. Дарина, ты же дырку сделала. Да успокойся, а ты торт поверни и с другой стороны отковырни. И будто бы так и было. Ладно, надо же торт спасать. Вы что, с ума сошли? Подарочный торт жрете. А чего страшно жрете? Я вообще-то его спасаю. Хочешь, тоже можешь помочь. Да, девочки, как раз нам нужно сделать ровно четыре дырки. Лиза, ты чего? Ань, ты хочешь от Валентины Ивановны получить? Так, где тут вам помогать? Ну, не хочешь. Знаете что, девочки? Четвертая дырка моя. Ну что, Анька, вкусно? Да, вкусно. Давай заматывай. Ну, правда, надо заматывать. А ну, Лиза, подожди, подожди. Что? Надо поправить. Все, можно закрывать. А ну стой, подожди. А почему это ты еще один кусок взяла? Так, будь нечестной, девочки, давайте мы по одному куску возьмем. Согласна. Так, все, больше нельзя. Да, повезло Ивановичу стартом. Аня, пошли. Слушай, Дарина, так она вообще даже не заметна. Я же тебе говорила, а сейчас ты еще бантом замотаешь, точно никто не увидит. Слушай, Дарина, а если все-таки заметят? Лера, если все-таки заметят, то нам всем конец. Да успокойтесь, никто ничего не заметит. Главное, красиво завяжи. Хорошо. Аня, ты почему поздравления не пишешь? Слушай, Лиза, вообще ничего в голову не лезет. Аня, давай с интернета перепиши. Лерка, точно. Все, теперь порядок. Ну все, как будто так и должно быть. Главное, чтобы этот торт в классе не открывали. Да никто его в классе у нас не будет открывать. Знаешь, сколько ему тортов и так надарили? Я на это надеюсь. Девочки, скажите вкусный торт. Вкусный, только мало. Ну что, сделали? Умнички, шарики. Открыточка с юбилеем. Дорогой Иван Иванович, желаю ему счастья, любви, здоровья, яркой жизни. Ну, скромненько, но красиво. Умнички. Я уже зашла к Ивану Ивановичу. У него очень хорошее настроение. Он сейчас придет к нам в класс. И мы с вами будем его вместе поздравлять. Единственное, я, конечно, думаю, ленточка здесь неуместна. Все-таки он мужчина. Без ленточки будет лучше. Без ленточек намного красивее. Девочки, а что случилось с тортом? А, Валентина Ивановна, это... Валентина Ивановна, это все Влад. Да, Валентина Ивановна, это все Влад. Что, Влад? Валентина Ивановна, приходил Влад, увидел тот торт, открыл его, начал его ковырять. А мы его предупреждали, что этот торт директор. А он испугался и убежал перед вашим приходом. Я вообще в шоке. Как вы могли допустить такое? Вы же знали, что я уже директора позвала. Что теперь будем делать? Субтитры сделал DimaTorzok